Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Салли Фейс. Сегодня, друзья, вместе с вами мы будем искать Эш. Она провалилась в этот какой-то мусоропровод, либо чё это было? Честно говоря, я не знаю, но куда-то она провалилась, и мне сейчас нужно найти Эш. Мне сейчас нужно найти Эш в этой квартире, которая была закрыта миллион лет. Нет, в ванне, конечно, здесь беда. Надо сейчас этой штукой чё-нибудь проверить тут, ну мало ли, чё-нибудь тут есть интересное. Так, ладно, здесь ничего. Тогда мы, наверное, просто здесь походим с этой штуковинкой. Но, по сути, всегда призраки появляются только там, где, так сказать, что-то есть странное. Ну, это не странно разве? Мне кажется, это достаточно странно. Ну ладно, окей, конечно. Ничего не буду говорить. Спальня номер 2. Так, врубаем эту штуку. Подсказка, может быть, какая-то будет или что-то типа того. На самом деле здесь вообще ничего нет, по идее. Спальня номер 1, давайте. Может, тут я что-то найду? Такая гора трупов, представляете, которые все падали через эту фигню от нашей училки сумасшедшей. Так, ну, честно сказать, я не могу найти. Может, с пацанами поболтаем? Нет. Хммм, а уйти? Мы пока не можем уйти. Ну, действительно, но мы и найти никого здесь не можем. С чем-нибудь повзаимодействовать, может быть, можно. Так, нет, ни с чем нельзя. Моя штучка не работает. Так, ладно. А, у меня есть ключи. Хмм. Что у меня еще есть? У меня на самом деле так-то, по сути, ничего толкового-то и нет. То есть здесь пусто абсолютно. С пацанчиками поболтать нельзя никак. Стоять что-то оба как вкопанные. Не знаю. Уйти они не могут. Но и сделать они тут тоже ничего не могут. Что за? Что за? Да, действительно, что за? Раз уйти не можешь. Серьезно, что ли? Ну, а что тут делать-то? Ну, пришли мы в эту квартирку. Может, они мне что-то сказали? Я тупой, просто забыл уже с прошлой серии. Так. Ладно, давайте я вот в эту штуку поиграю. Хотя, не знаю, сейчас ли для этого время. А, нет, подожди, я же больше в нее играть не могу вроде. Или нет? Могу. Я не помню. Так, вроде не могу, походу. Там была невозвратная точка. Ну, а что здесь такого есть необычного? А, ковер. Что за? А что там порвано-то? Ничего, по-моему, не было порвано. Я ничего не заметил. Ребята, идите сюда, взгляните. Ё-моё. Чувак. Должно быть здание, если не задокументированный подвальный этаж. Он точно не указан в чертежах, что я встречал. Возможно, старый погреб или нечто подобное. Понятия не имел, что он тут есть. Третий ключ из квартиры. Миссис Пакертон подходит к двери. Эш наверняка там внизу. Мусоропровод мог везти только сюда. Блин, я даже боюсь представить, что там. Я серьезно даже боюсь представить. Что ж, пора спускаться. Блин, чуваки, вы лезете туда, куда точно не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. О! May our sight pierce the heavens and our reach be infinity and everlasting. Ну-с, выглядит не очень. Потрясающе. Этой архитектуре как минимум несколько веков. Несколько веков кровавого сатанизма. Жестяк какой-то. Все покрыто плотным слоем пыли. А это, скорее всего, означает, что здесь уже давно никто не обитает. Понадеемся, что зловещая история этого места осталась в прошлом. Да уж, что ж. Нам нужно как-то пройти через врата. На виду нет никаких очевидных механизмов, запускающих большие врата. Должно быть, они встроены в стены. Весьма вероятно, что устройство, управляющее вратами, скрыто. Нам стоит разделиться и обыскать комнату. Так, ну, я думаю, эту штуку надо подвигать, чтобы оно в пентаграмму-то превратилось и все. Давайте эту штуку попробуем походить, побродить. О-о-о, смотри. Сейчас что-то появится. Та-дам! Прекрасно. Эта фиговинка работает очень хорошо. Так, может здесь что-нибудь? Нет, по центру тут ничего нет. У тебя что? У тебя что-то ничего, да, вообще? Классно разделились, оба стоят. О, вот еще такая же лампочка. А, ну ее-то надо, наверное, взять. И вот сюда нацепить, я так думаю. Хоп, давай. Ну сюда ее надо, чувак. Так, лампочка поставить. Готово. Зажигаем. Та-дам! Чувак, те маленькие обелисковые фиговинки только что увеличились. О, да. Ты только глянь. Хмммм. Что это? Древняя книга в кожаной обложке, на которой изображена птица в кругу. Текст написан на другом языке, так что я не могу его прочесть. Некоторые страницы орошены кровью, а нижняя часть самой книги обожена. Когда дотрагиваюсь до нее, у меня начинает кружиться голова, словно от нее исходит какая-то странная энергия. Хммм. Потянуть. Опа. Еще раз. Почти! Так, весьма неплохо. О, разве это не идеально? Это идеально, друзья. Так, что это такое? А, а Ларри и так стоял на плите, что ли, получается? Кому-то одному туда надо пойти. Чувак! Ты что до сердечного приса меня довести хочешь? Я чуть в штаны не наложил от страха. Прости, я сумел на секунду приоткрыть врата, но рычаг не желает держаться на месте. Тот, можешь постоять на этой платформе? Мы с Ларри пойдем исходишь, а ты позабоишься, чтобы нас не замуровало. Да, конечно, могу. Прикольно. Вставай. Прикиньте, вот какой-нибудь такой странный момент, короче, он пропадет и ворота закроются. Нет, ну это же где-то там, так что погнали. Он спросил, ты готов что-то забыл прочитать. Поосторожнее там, ребят, не хочу тут еще кого-то потерять. Ой-ой-ой. Ого! Какой вид. Тут два прохода. Нам стоит разделиться. Я боялся, что ты это скажешь. Блин. Мы за Ларри, получается, можем играть и за этого чувачка. И почему со мной все время происходит такая бабуйня? Смешное слово. Так, надо запомнить, реально прикол. А мы как менять можем персонажей? Я не знаю. Ну ладно, за Ларри так за Ларри играем. Снова такие фиговинки. Мне в каждую дверь. Ё-моё. Да это место просто лабиринт какой-то. Ну, те чуваки, которые тут были, они явно знали. О-о-о-о, да. Вот это я больше всего ненавижу. Так, нифига себе. Колышки какие-то тут. Опа, смотри. Вот это подсказки, наверное, указывают, куда мне надо идти. Я так понимаю. Такс. Давай сюда. Ха, мы с самое начало вернулись. Хе-хе. Да. Да-да-да. Ну ладно, значит, этот проход точно не нужный мне. Теперь сюда. Так. Дальше. Сюда. А, я же тут уже был. Вот я идиотина. Так. А тут сколько всего? Давай сюда. Это что такое? Опа. И звуки прекратились так резко. Да мы снова в этой комнате. Ёк-макарёк. По-моему, я сюда шёл. Потом давайте в дверь по центру. А. Ну, они все нас ведут, в принципе, в одну и ту же комнату. По идее. Здесь я с самого начала возвращаюсь. Так. Ну, смотрите. Вот в этой двери я был ближе всё к какому-то странному звуку. Значит, наверное, здесь надо дальше идти. И сюда заходить. Ха. Нифига подобного. Блин. Приколись. Вот снова этот звук. Возле какой двери звук туда и надо идти? Что ли, типа того чё-то? Я не знаю. А, здесь другую. Да, возле какой двери звук туда и надо. Хм-хм. Я понял. Вот здесь вот. Всё, пришли. Ух ты, ё-моё. Так ярко тут стало. Ага. 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 И чё? А. Понял. Здесь нужно в нужном порядке нажать, видимо. Что-то типа того. Ух ты. Ты чё вылезаешь? Ага. А как они работают? Так, смотрите. О. Хе. Ну ладно, окей. Оно само. Я даже не успел понять. Так, ладно. Дверь. Ага. Ага. Сал, здорово. Вот мы и встретились. А, нет. Мы не встретились. Мы сейчас за Салей играем просто. Так, сюда. Но зато благодаря этому Ларе мы уже поняли, чё делать. Стоп. Звуки в этой двери. Но одновременно и тут. Что за дела? Походу, здесь наоборот обманка. Да, здесь наоборот, где нет звуков, походу. Серьёзно? Походу, да. Прикольно сделали. Да, да, да. Здесь абсолютно по-другому. Так, здесь тоже звук. Значит, нам влево. Давайте. Блин, да, да, да. Абсолютно по-разному сделали. Здесь нет звука. Прекрасно. Пойдём направо, давайте. Звук. Нет звука. Здесь снова есть. Мы идём сюда. Здесь тоже есть. Самое главное, случайно не войти. Вот в эти двери, которые со звуком. Так, ничего тут нет. Всё, мы пришли. Ох ты, а у него тут этот книжечка. Её кто-то держит? Древняя книга с деревянной обложкой. В ней высечен чёрный круг. Сделанный из другого вида дерева. Хрупкие страницы покрыты нарисованными символами. Я не могу их разобрать, но от них становится горько во рту. Блин, ты серьёзно, чувак? Какая-то магия. Так. Треньк. 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 Подожди, надо, чтобы это вылезло. Так. Да блин. Вот тогда я понял гораздо быстрее. Так. Ага, всё окейушки. Тоже открылось. Ну, давай мы встретим. Ну, мы с Ларей, наверное, вряд ли сейчас встретимся. Нет, встретились. О, ты вовремя. Думаю, чтобы открыть врата, нам нужно одновременно потянуть эти рычаги. Видимо, мы пришли... А, да. Мы прошли по большому кругу. Комната за вратами, самый центр этого места. Это последняя комната. Эш должна быть внутри. Надеетесь, чуваки. Я сам не уверен. Опа. А? Это случайно... Я знаю. Вот. Куда надо эту штуку, походу. Хм. Думаю, это странная шестиугольная штуковина из стола Миссис Паккертон. Некий ключ. О май гад. Да, чуваки, вы серьёзно? Ого. Что тут происходит вообще? Жесть какая-то. О, пресвятые яйки. Ну, надо искать. Я на всякий случай эту штуку активировал. Мало ли чё. Тут можно будет активировать её. Не знаю. Почему-то я всегда иду проверять сначала справа, а потом только налево. Так. Ну, эта штука тут не действует. Но Эш мы нашли. Такс. Эш. Эш, ты в порядке? Эш. Она что? Она всё ещё дышит. Давай помоги мне её поднять. Капец тут костей. А? Она очнулась. Такая сразу всё с ней, окей. Что? Что происходит? Где мы? Чувиха, ты свалил из долбанной мусоропровод. Я думал, мы тебя навсегда потеряли. Я рад, что мы тебя нашли. Ты в порядке? Кажется, да. Просто в голове туман и тело болит. Ну, хоть кости не сломаны. По крайней мере, мои. Ну, верно, верно. Хэ. Блин. Эш, не поверишь, через что мы прошли? Чтобы тебя найти. И всё благодаря Салю. У него случилось очередное видение. А потом мы нашли старую дверь в подвал. А потом спустились по длинной жуткой лестнице. А потом нашли долбанутый культистский храм. Или чё это вообще было? А потом наткнулись на кучу загадок. Ловушек и лабиринтов. А потом тот. Тот держит для нас открытыми главные врата. Нужно к нему вернуться. Ох, как сложно это всё переварить. Эм. Поверить не могу, что нечто подобное находится прямо под апартаментами. Спасибо, что пришли за мной. Не знаю, что бы я без вас делала. Умерла бы, скорее всего. Что тут ещё можно делать? Тут, скорее всего, ты бы померла. Так как мы поступим? Миссис Паккертон убила целую кучу людей. А колбаса... Бррр. Нельзя же на это просто забить. Определённо нельзя. Судя по тому, что вы рассказали мне о внутренних комнатах храма и квартире миссис Паккертон. Весьма вероятно, что и она оказалась поглощена оккультизмом. Хоть братство и расплавилось много лет назад, она могла просто наткнуться на эту дверь, как мы сами. Или, возможно, она его последний выживший член и теперь пытается самостоятельно завершить их планы, какими бы они ни были. Ты же не думаешь, что она пытается возродить красноглазого демона? Надеюсь, что нет, но если это так, мы будем готовы. Блин, мы должны её остановить и желательно до того, как это произойдёт. Знаю, что идите в местные органы не вариант. А, идти, блин, вот я идиот читать не умею. Возможно, стоит связаться с полицией штата или ФБР. В этот раз наши родители хотя бы не смогут отрисать происходящее. Они помогут нам, когда мы покажем им, что находится под этим зданием и чем занималась Паккертон. Я ж права, в этот раз стоит привлечь внимание наших родителей. А может, стоит просто её убить? Чего? Миссис Паккертон, может, стоит просто её убить? Она старая, так что ничего сложного. Мы не можем просто взять и убить, и кого-то убить, Ларри. Тогда мы станем ничем не лучше неё. Обычно я шёл... А, подожди. Обычно я бы имел возражение против причинения кому-то вреда, но в данном случае Ларри, возможно, прав. Тот, Ларри! Ребят, вы серьёзно? Подумайте обо всех странных необъяснимых событиях, которые произошли в апартамент Хэддисона и вообще в Нюк, Нокфоле. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне кажется, что миссис Паккертон работает в одиночку. Наверняка ей помогает кто-то со стороны. Ух, блин. Да уж. Это объясняет, почему полиция скрыла подробности убийств Чарли и семейства Холмс. Не ясно, как далеко расползлась эта гниль. Тут целый заговор. Проклётие. Это ведь логично. Сал, ты сегодня уже говорил о чём-то подобном? Не знаю, возможно, в этот раз нам и правда придётся справляться с самим. Возможно. Знаете, самые серьёзные проблемы обычных подростков — всякие мелочи вроде популярности и красивой прически. Но у нас тут всё иначе. Нам, видимо, нужно волноваться о спасении мира. Ну это вы уж что-то загнули о спасении мира. О жителях — только апартаментов, скорее всего. Да это, наверное, вообще в афиге просто. У неё, кстати, такой интересный шрам на голове. Необычная особенность. Так что же произошло? Мы решили, что утро вечера мудренее, оно как раз уже почти наступило, и всё ужасно вымотались. А учительница? Что вы в итоге решили? Пошли в полицию? Что-то мне подсказывает, что в полицию они всё-таки не пошли. Нам не пришлось этого делать. Как оказалось, тем самым вечером Пакертон попал в аварию по пути домой. И она, и второй водитель погибли при столкновении. Ого, как удобно. Если не верите, можете сами поискать информацию. На следующий день первую полосу газеты украшал заголовок всеми любимой учительницы Нокфелл «Хай убита пьяным водителем». Но, конечно, вы ничего не найдёте о трупах в её квартире или о том, что она кормила учащихся человеческой плотью. Это всё скрыли. Понятно. Мне плевать, если вы мне не верите. И это правда. А вы обещали пустить в эфир полную историю. Не переживайте, Салл. Она выйдет полностью. Я всегда держу своё слово. А ещё думаю, что зрителям будет очень интересно вас послушать. Сейчас за вами все наблюдают. Вы говорили о своей подруге Эшли с небывалой теплотой. Я так понимаю, вы с ней были очень близки. Вы даже считали её одной из своих лучших друзей, как и Ларри Джонсона с Тоддом Моррисоном. Верно? Да. А это вы видели? Убийца Салли Карамсали сегодня состоится в суд по делу массового убийства. В том числе всей его семьи. Источники сообщают, что обвинитель вызовет Эшли Кэмпбелл для подачи показаний против Салли Крамсали. Камббел давняя подруга Салли Крамсали, говорят, они были очень близки, когда учились в старших классах. Не понял. А что за массовое убийство вообще сделал Салли? Не понял. В чём прикол вообще? Так, а как дальше-то? А, вот оно. Ну давай. Чё тут ещё? Заплакал он. Чё за фигня? А что с Тоддом? Вы обещали сказать мне про Тодда? Ох, точно, конечно. Ну, вчера мы снимали сюжет про Моррисона. Он до сих пор в больнице после произошедшего той ночью. Он всё ещё вне себя, не восприимчив, не разговаривает. Так что мы не сумели с ним пообщаться и в основном вели диалог с его доктором. Мне жаль Салли, но судя по всему Моррисон не идёт на поправку. На самом деле его состояние остаётся только хуже. Говорят, что ущерб, который был нанесён ему той ночью, необратим. Вау, как он изменился. Он не отличает выдумку от реальности и только и хочет, что умереть. Когда ему отказывают смертью, он начинает вести себя невероятно агрессивно. Сошёл с ума, получается? Я должен ему помочь. Я должен как-то ему помочь. Даже доктора и квалифицированные специалисты не смогли помочь Тоду. Как же вы сумеете это сделать? Я знаю правду. Я знаю, что произошло на самом деле. Я знаю, что не так с Тоддом. Блин, а что же там произошло? Какая-то интрижка офигеть просто. Мне вообще... Ох ты... Ё-моё. Капец, блин. Вы не могли, пожалуйста, так резко это делать? Точнее, не так резко это делать. Это сумасшествие. Я чуть не испугался. Сыт по горло. Достижение получено. Ммм, неплохо. Так, ладно. Что у нас дальше? Эдисон апартамент. Мгм. А это Салли? Да, нифига себе. А почему кровь? Ох ты... Блин. Да что ж пугаешь ты меня, а? Фигня. Что-то сейчас снова выпрыгнет. Да что это такое? Все в крови. Он кого-то убивает там? Всех что ли, блин? Ё-моё. Ё-моё. Тут что-то страшное, капец. 3.33. Что? Я встал. Я уже встал. Так, танк, танк, танк. Все громче и громче. Ага. Выход. Ну, давайте. Что там за выход? Ага. Здоров. Кто? Вильзевул? Ты кто? Я. Лорд Вильзевул. Ух ты, правда? Так значит, ты дьявол или типа того? Нет. Это прозвище. Меня наделили им сородичи. Семье порой тяжело. Воистину. Можно я пройду в ту дверь? Ты только что пришел. Нет, тебе нельзя проходить через мою дверь. Сперва ты должен восхититься моими творениями. Твоими творениями? Да. Восьми их пять. Последнее они должны видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. А как закончишь, так ко мне приди. Нифига себе целый стишок. Ладно, как скажешь, Эдгар. Вильзевул. Лорд Вильзевул. Лады и Вильз. Так. Стишок. Окей. Один, два, три, четыре, пять. Недоступно. Так, ладно. Заперто. Ух ты. А ну, наверное, нам надо коды сначала узнать все. В этих комнатках. Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть. А, ноу проблем. Ну, не знаю, что это за НП. Здоров. У дверь постучали, и я вновь прозрел. Я вновь стал собой. Внезапно она владела мной, и свободу обернулась иллюзией. Я был вынужден наблюдать. Узник собственного разума. Я делал ужасные вещи, непростительные. Ну, окей, чел, давай. Пока. Да уж, жесть какая тут происходит. На самом деле, это просто жесть. Но это, наверное, значок, который мне нужно сделать. Это типа Нка. Что-то типа того, я так понимаю. Ладно, ребят. На этом моменте мы, наверное, сегодняшнюю серию закончим. В следующей части мы узнаем, что будет дальше. На самом деле, блин, очень интересный момент. Я понимаю, конечно, но все же уже время серии подходит к концу. Не забывайте делать стандартные тубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok